Добрый вечер, в прямом эфире новости в студии Елена Шабанова. Сегодня 19 июля вторника, в начале выпуска коротко о главных темах этого дня. Губернатор Виктор Толоконский побывал в Уярском районе края. Что обсуждали в ходе рабочих совещаний и встреч с местными жителями? Масштабная и сложная программа, поскольку и ветхого жилья много, потребности в новом жилье большие. На молодежном форуме «Бирюса» заканчивается всероссийская смена волонтеров. Кто приехал к бирюсинцам и с какими проектами познакомили гостей? Мы пытались вычленить проекты, которые нужно было бы тиражировать. Тиражировать, по крайней мере, в рамках Сибирского федерального округа. Премьера на телеканале. Еженедельная рубрика «Точки роста». О развитии края в самых разных сферах. Сегодня о программе целевого обучения в Красноярском медуниверситете. Многие из них возвращаются совсем в маленькие села. И они понимают прям тех, кого они будут лечить. Сквер с фонтанами и бассейном появился во дворе самой обычной красноярской пятиэтажки. Как жильцам пришла идея такого благоустройства и как ее воплощали? Наши замечательные соседи, мужчины, сделали нам такой подарок. Дети очень счастливы. Они даже влазили в покупацию. Итак, губернатор Виктор Толоконский с рабочей поездкой побывал в Уяре. Он ознакомился с восстановлением производства на мясокомбинате. Побывал в только что построенном детском саду и вручил ключи от новых квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья. С подробностями Андрей Стараде. В Уяре на мясокомбинате производят более 100 наименования различной продукции. Это и колбасы, и деликатесы, и замороженные полуфабрикаты. Вот, например, сейчас здесь на этом столе вручную формуют сардельки, а вот там чуть подальше докторскую колбасу, но уже в автоматическом режиме. Причем этот аппарат появился на заводе недавно, как и другое новое оборудование. Сейчас предприятие переживает стадию восстановления. У нас новое оборудование. Раньше мы руками вязали, вот сейчас вот у нас на машинах. Труд облегчен вообще, сильно облегчен труд. Как рассказал директор производства Анатолий Кравченко, на заводе осуществляется полный цикл производства колбасных изделий и деликатесов от забоя до упаковки. Причем здесь стараются не использовать химические усилители вкуса и стабилизаторы, а коптят колбасу с помощью вот такой щепы из бука. Я прихожу покупать свою продукцию, свой магазин. У меня выбора особого нет. Я могу взять все, что угодно и не боюсь за качество. Я знаю, что это не выбросится в ведро, оно все, моя семья съест, и также друзья заказывают, знакомые. Ознакомиться с производством приехал губернатор Край Виктор Толоконский. Он прошелся по цехам и даже попробовал продукцию. Сейчас предприятие выпускает около полутора тонн колбас в день, но потенциал в несколько раз больше, пока ощущается проблема с заходом в крупные торговые сети. Самое важное это то, что рабочие места и та же хорошая продукция. И мало того, губернатор тут же отреагировал о необходимости этой продукции, как красноярская продукция, ее непосредственно распространение по сетям красноярского края. Побывал губернатор и в только что построенном детском саде. Это целый дворец, рассчитанный на 270 ребятишек. В просторных помещениях установлено мебель и оборудование, а территория перед садиком напоминает развлекательный парк. Сейчас идет процесс согласования необходимых документов и ожидается, что дети придут сюда 25 августа. Новоселье – это хорошо, а получить ключи от новой квартиры из рук главы региона еще лучше. 37 семей обрели современное жилье. Это те, кто раньше жил в ветхих и аварийных помещениях. Наталья Сахно, получив ключи, с удовольствием показывает свою квартиру. Здесь и туалет с ванной, и лоджия с видом на березовую рощу. После аварийного состояния это вообще… слов больше нет даже. Я еще до сих пор не могу повелиться. В честь новоселья во дворе организовали небольшой концерт. Как отметил Виктор Толоконский, новоселье – это старт новой жизни и новых традиций. Чтобы царила любовь в семье, добро, радость, чтобы здесь звучал смех, чтобы вы вели какие-то новые традиции, чтобы вместе собираться, вместе отмечать какие-то общие праздники. Здесь должна быть очень хорошая атмосфера. И еще во всех местах, где бывал Виктор Толоконский, он обязательно разговаривал с жителями. Так что по итогам поездки, скорее всего, появится ряд поручений самых разных сфер жизни Уярского района. Андрей Сарадым, Алексей Гусев, новости. В Уяре губернатор края Виктор Толоконский также встретился с активом территории. В этой встрече приняли участие депутаты районного совета от фракции «Единая Россия». Почти час шло обсуждение самых актуальных вопросов, касающихся развития района, новых подходов к образованию и здравоохранению. Многих интересовали вопросы земельных отношений и инвестиционной привлекательности района. Виктор Толоконский рассказал о конкретных бюджетных программах, участие в которых может помочь, например, со строительством автодорог. Жители Уярского района остались довольны этой встречей. Мне нравится еще, что в этом руководитель, в том, что он очень большое внимание уделяет на село. Не на крупные такие центры, городские какие-то там поселения, вот именно на село, на развитие села и так далее. В новой рубрике «Точки роста» расскажем об особенностях программы целевого обучения в Красноярском медуниверситете. Все подробности – далее в выпуске. На молодежном форуме «Бирюса» завтра официально закрывается вторая смена волонтеров. А сегодня в гости к «Бирюсинцам» приехали первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко и заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда. Они пообщались с участниками смены и посмотрели проекты, над которыми работали ребята. Какие идеи молодежи будут воплощать по всей Сибири, расскажет Ольга Тишинина. На «Бирюсе» подходит к концу уже вторая смена волонтеров России, а значит, можно подводить первые итоги. За неделю 800 молодых активистов из разных регионов страны разработали больше сотни проектов в сфере добровольчества и волонтерства. И часть из них получит конкретную финансовую поддержку. Так громко на «Бирюсе» встречают всех гостей. На закрытии второй смены к форумчанам приехали заместитель губернатора края Сергей Пономаренко и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда. Все участники здесь – волонтеры. Впервые для них выделили целую смену. И есть еще одна особенность – эта смена стала всероссийской. На берег Красноярского моря приехали ребята из 40 регионов страны, чтобы обменяться опытом в сфере добровольчества и вместе придумать проекты, которые реально будут работать. Об одном из таких примеров в волонтерстве в медицине рассказывают Любови Бурде. В нашем крае школьники-студенты Красноярского медицинского университета уже третий год бесплатно работают в больницах. Ольга сама, выпускница Меда, рассказывает, их проект теперь хотят реализовать коллеги из других регионов. А разрабатывался он именно на «Бирюсе». В первую очередь это волонтерство среди школьников. Для школьников это очень важно, потому что для них это как профессиональная проба, а для большинства школьников, потому что многие из них хотят поступать в медицинский университет. Им очень интересно посмотреть, что такое больница, что такое поликлиника, как она устроена. Но также это такой момент милосердия и самого настоящего добровольчества, когда люди абсолютно бесплатно приходят и помогают людям, которые в этом нуждаются. Они могут помогать, например, какие-то гигиенические процедуры проводить с пациентами, где-то перестелить, где-то переодеть. Это всегда очень важно, потому что люди очень часто в больнице находятся без родственников, а младшего медперсонала, санитарок, их обычно не хватает. Гостям показывают и другие проекты, которые уже не один год работают в нашем крае. К примеру, «Доброкарта» – ресурс в интернете, на котором волонтеры и те, кто нуждается в помощи, могут найти друг друга. Заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда говорит, некоторые идеи так зацепили, что теперь постараются воплотить их и в других сибирских регионах. К примеру, проекты «Доброкарта» и «Знамя Победы». С каким интересом сегодня они рассказывали о своих проектах, поработала я с волонтерами на одной из площадок. Мы пытались вычленить проекты, которые нужно было бы тиражировать. Тиражировать, по крайней мере, в рамках Сибирского федерального округа, может быть, в рамках и на всю Россию, это тоже здорово. Интересовал проект медицинское волонтерство. Президент несколько лет назад в одном из посланий сказал, что это важно и нужно. Эта идея была подхвачена, опять же, в Красноярске. Я дала обещание, что я свяжусь в четырех регионах, по крайней мере, представители которых сегодня здесь на форуме есть, с министрами здравоохранения. В любом случае, тема такая достаточно тонкая. И без не поддержки административной, а, я бы сказала, административного сопровождения, профессионального сопровождения, эту тематику вести достаточно сложно. Кстати, в этом году Бирюсе исполняется уже 10 лет. За это время здесь родились больше пяти тысяч проектов. Бирюса – это место, где молодежь создает проекты. Мы посмотрели статистику за 10 лет Бирюсе. Почти каждый второй проект, рожденный здесь, был реализован в жизни. Это самые разные проекты. Это проекты работы с детьми-инвалидами. Это проекты обращения к культурно-исторической идентичности красноярцев. Это проекты, связанные с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Это самые разные проекты. В них главные, на самом деле, это две составляющие. Это идея и это энергия молодых людей. Желание делать добро. Заместитель губернатора края Сергей Пономаренко встретился с бирюсинцами. Вопросы были разные. Ребята интересовались, какие еще краевые проекты можно сделать межрегиональными. Спрашивали, как у управленца со стажем, как правильно мотивировать команду и нужно ли развивать патриотическое воспитание. О нем поговорили подробнее уже на комиссии по молодежной политике при губернаторе края. Одно из предложений – создать в крае своего рода военно-патриотический лагерь для школьников, где ребята будут получать первые навыки строевой подготовки. Участники обсудили также, как развивать новое молодежное направление – российское движение школьников, которое только зарождается в стране. Ребенок не только хочет ходить в школу, но и в каких-то дополнительных мероприятиях участвует, развивает свои какие-то навыки. Идея этого движения – дать возможность какого-то внеучебного развития для школьников. Собственно говоря, об этом мы много говорили. В следующем году мы предполагаем 10 пилотных школ, на которых этот проект будет реализован. В дальнейшем во всех школах должно быть создано. Но главный принцип, который будет отличать это движение от «Пионерия» от «Октября», здесь не будет массового сгона, не будет давления, должно быть добровольное движение, куда вступают сами школьники. Кстати, следующая смена будет направлена на развитие патриотизма. Она стартует уже 22 июля. Участникам предстоит ответить на нелегкие вопросы, как сформировать российскую идентичность и сохранить историческую память. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости. Сегодня правительство Красноярского края утвердило размер прожиточного минимума в регионе на второй квартал 2016 года. Его величина выросла на 1,4%. И теперь он составляет 11 111 рублей. Это в целом по краю в расчете на душу населения. Напомню, в предыдущем квартале сумма прожиточного минимума составляла 10 954 рубля и выросла на 157 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 746 рублей, для пенсионеров 8 641 рубль, а для детей 11 708. Рост к уровню первого квартала составляет 1,4%. Ну и соответственно утвердить все величины по социально-демографическим группам, природно-климатическим зонам и отдельные коэффициенты дифференциации для районов Крайнего Севера. Постановление проекта, постановление согласовано в установленном порядке, замечаний нет. Сегодня новый министр лесного хозяйства края Владимир Векшин рассказал о том, за что будет отвечать его ведомство. В министерстве будут работать около 180 человек, причем в штате нет ни одного нового сотрудника. Все специалисты ранее работали в Министерстве природных ресурсов и экологии. Два основных направления выделяю. Это управление лесами, как это и было. И второй момент, коли сегодня нет такой структуры вот лесопромышленным комплексом, это как бы регулирование, регулирование, координации работы лесопромышленных предприятий. В вузах края продолжается приемная кампания. Вчерашние выпускники выбирают свою дорогу в жизни. При этом одним из определяющих критериев является гарантия дальнейшего трудоустройства. Для тех, кто хочет быть на 100% уверен в этом, в Красноярском государственном медицинском университете проводится целевой набор. Анна Московских расскажет подробности. Красноярский государственный медицинский университет ежегодно выпускает сотни врачей самых разных профилей. Среди них особое место занимают так называемые целевики. Ребята, которые учатся по контракту с Министерством здравоохранения. Ежегодно в вузах набирает более 200. И что очень важно, эти студенты точно знают, где будут работать. И это знание формирует особую уверенность студентов в их нужности, рассказывает преподаватель университета Алена Миронова. Годами работая с начинающими врачами, она отмечает их целеустремленность. Целевики с готовностью проходят практику в районах края, изучают структуру больницы. На старших курсах, когда приходит пора определяться со специализацией, они не сомневаются в своем выборе. Многие из них возвращаются в совсем маленькие села. И они понимают прям тех, кого они будут лечить. Это их соседи, это их знакомые, друзья. И у них есть такая некоторая большая степень ответственности, той репутации, как врача, которую они принесут, когда приедут. И поэтому, конечно, они более въедливы, может быть, именно в практическую часть нашей медицины, тех предметов, которые они изучают. Конкурс на целевые места – 4-5 человек на место. И все же это меньше, чем в наборе на общих основаниях. Популярность целевых мест растет, а Министерство здравоохранения края совершенствует систему. В прошлом году было принято решение о выплате дополнительной стипендии для таких студентов. А еще теперь они заключают контракты не с муниципалитетами, а с краевым Минздравом. Дело в том, что за 6 лет, пока человек учится в институте, многое меняется. Закрываются вакансии, какие-то меняются жизненные обстоятельства. Мы посчитали, что будет правильнее, если мы наш этот набор оставим за Минздравом для того, чтобы потом, когда он доучится, уже определиться по своей специальности, отправить его в тот район, который будет наиболее нуждающийся в данном специалисте. О том, что целевой набор необходимо расширять, губернатор Виктор Толоконский не раз говорил во время поездок по краю. Для маленьких сел это буквально о спасении. Выпускник-целевик обязан отработать три года по распределению. В Курагинской районной больнице как раз ждут четырех молодых докторов, которые сейчас учатся на целевых местах. Два студента перешли на третий курс и два студента перешли в интернатуру. И в этом году ожидается приезд врача-невролога, который обучался по целевой программе. Это врачи узкой специальности, которые очень востребованы. Врачи говорят, благодаря программе во всех уголках края появляются профессионалы со свежим взглядом и горящими глазами. А значит, идет вперед здравоохранение всего региона. Анна Московских, Артем Ахальников, Алексей Гусев, Алексей Овсянников, Станислав Биркий. Новости. В Красноярске продолжается реконструкция проспекта Свободный. Сегодня глава города Эдхам Ахбулатов побывал на месте дорожного строительства и в очередной раз проверил, как идут работы. По муниципальному контракту преобразятся почти полтора километра дороги. Территорию, прилегающую к проспекту, уже сейчас благоустраивают. Законченный вид Свободному придадут ровные откосы, газоны и около 500 кустарников. Все важно в этом проекте. Важно и состояние, насколько будет качественное дорожное полотно. И очень важно для людей, для жителей города, как будет благоустроена территория вдоль улицы, вдоль проспекта Свободный. Поэтому здесь нет мелочей. И я считаю, что наша задача заключается в том, чтобы максимально учесть все пожелания горожан, учесть необходимость благоустройства смежных территорий, для того, чтобы было законченное восприятие. Работы по реконструкции проспекта Свободный ведутся с опережением графиком. Глава города во время выездного совещания осмотрел проезды к жилым домам и территорию, прилегающую к путепроводу. Жители города высказали и свои предложения по благоустройству. Завершить реконструкцию проспекта планируют на два месяца раньше срока, к первому сентября. Уже к новому учебному году на Свободном будет открыто шестиполосное движение. Мы уже на нижнем участке от Майерчика до путепровода железнодорожного приступили к финишным работам по благоустройству. Это установка рулонного газона, установка пешеходного ограждения и асфальтирование тротуаров. Планируем к понедельнику, вторнику эти работы на этом участке завершить. В Красноярске на улице пограничников установлен новый комплекс автоматизированной фиксации нарушения правил дорожного движения. Используемый в приборе радар позволяет измерять не только скорость автомобиля, а целый комплекс параметров. К примеру, выезд на полосу встречного движения или обочину. При этом фиксируются данные всех авто, проезжающих через зону контроля прибора. Причем видеокамера записывает изображение в высоком разрешении, даже в темное время суток. Данная камера установлена на аварийно-опасном участке. Мы прекрасно понимаем, что на данном участке достаточно часто превышается скоростной режим, поэтому было принято решение о целесообразности введения в эксплуатацию прибора «СКАД» непосредственно на данном участке. Прибор работает круглосуточно. 11 лесных пожаров ликвидированы в Красноярском крае за последние сутки. Где продолжаются работы, расскажем после короткой рекламы. Такой формат велопутешествий как раз и позволил нам посмотреть на этих ребят с другой стороны, а самое главное – посмотреть ребятам друг на друга в настоящей нормальной житейской ситуации. Я много чего узнал о жизни вообще, о людях, но все равно уже они раскрываются, и ты сам понимаешь их психологию, как они ведут себя. Ну и как бы сам поменял некоторые свои ценности в жизни, расставил по-другому. Ну, разрушились некоторые стереотипы. При поддержке «Красцветмета». Ванна Акриловая, 170 сантиметров, 7550 рублей. Водолей. В эфире новости, мы продолжаем выпуск. За последние сутки в крае ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади 250 гектаров. Еще 17 сейчас бушуют в Увенкийском, Мотыгинском, Кежемском и Богучанском районах. Дымовой шлейф тянется от очагов возгорания на сотни километров. Большая часть пожаров зафиксирована в авиационной труднодоступной зоне. При этом специалисты отмечают, что угроза населенным пунктам нет. На пожарах работает у нас порядка 500 человек и 20 единиц техники, 18 воздушных судов. Пожары действуют в труднодоступных, отдаленных местах. Сейчас, вот на сегодняшний момент, 7 пожаров локализованных. И, скорее всего, они к концу дня пойдут под ликвидацию. И именно там у нас 3 пожара крупных, которые уже точно пойдут под ликвидацию, потому что пожары локализованы. Отмечу, что на территории Венкийского муниципального района действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Людям туда вход воспрещен. А в крае до сих пор не снят особый противопожарный режим. Это значит, что разводить костры категорически запрещено. Сегодня мы спросили жителей края, как они ведут себя на природе и как сделать так, чтобы посиделки на свежем воздухе не закончились пожаром. Не жарить и не курить. Ни в коем случае. Есть специально отведенные места – пожалуйста. А так нет. В добровольном порядке, я считаю, что вообще надо штраховать за это. Шашлыки-то жарят только на даче. В безопасном месте, естественно. В мангале. А если в лес? Мы в лес только спортом ездим заниматься. Если я вдруг увижу, что где-то гуляет компания, вот они погуляли, и собираются домой, не затушив огонь. Я постараюсь, конечно, их немножечко, как сказать им, что надо затушить огонь, допустим, залить водой, песком, чтобы не было пожара. Нужно начать с себя. Если вы с семьей, с друзьями выезжаете на природу, разжигаете костры, жарите шашлыки или какие-то блюда, убедитесь в том, что вы потушили огонь, что его рядом нету, уберите за собой и едите домой. Я думаю, здесь существенная роль играет воспитание детей родителями. Потому что очень много пожаров у нас и в крае, и в городе происходит по неосторожности именно детей. Поэтому как взрослые, так и дети должны понимать, что мы все ответственны за нашу природу. И к другой теме. Уже завтра станут известны имена кандидатов, допущенных до процедуры регистрации. Отмечу, в ходе проверок документов Краевой избирком уже выявил нарушение действующего федерального законодательства сразу у нескольких партий. Например, одна из них выдвинула лидером списка человека, судимого за особо тяжкое преступление. Мы сейчас, я понимаю, речь идем о гражданине Быкове, который предполагал возглавлять список патриотов России. При этом, на мой взгляд, очевидно, он знал о том, что он не имеет права возглавлять, потому что есть соответствующий криминальный фильтр, который не позволяет лицам судимых за особо тяжкие преступления непосредственно выдвигаться в качестве кандидатов в депутаты. Поэтому убежден в том, что это просто-напросто пиар-ход, политический пиар-ход с целью ввести жителей города и края в заблуждение, соответствующе пробудить в отношении себя некую политическую жертву и на этом строить предупрежденную кампанию. После всех проверок избирком должен исключить такого кандидата из списков и не допустить его до процедуры регистрации. Вот что говорят по этому поводу юристы. В этом политическом сезоне вступили в силу требования федерального законодательства о том, что лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, они поражены в избирательных правах и в зависимости от категории преступлений либо 10, либо 15 лет с даты, когда с них снята судимость, не вправе избираться на любые должности, начиная от законодательного собрания, госдумы и заканчивая даже сельсоветом или каким-то маленьким городом и районом. Сквер с фонтанами и бассейном появился во дворе самой обычной красноярской пятиэтажки. Как жильцам пришла идея такого благоустройства и как ее воплощали, смотрите далее. Душевая кабина Мирвелл 90 на 90 16 990 рублей Водолей Ну все! Мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Вы смотрите новости. В одном из жилых дворов на улице Калинина появился собственный сквер с фонтаном и бассейном. Зону отдыха обустроили сами жильцы. Как возникла такая идея как ее воплощали и в каком конкурсе теперь намерены поучаствовать горожане знает Дина Володина. В Красноярске безусловно живут замечательные люди настоящие патриоты своего города не жалеющие ни сил, ни времени для того, чтобы сделать его еще красивее и еще чище. Как например двое мужчин живущих в доме номер 67А по улице Калинина. Они своими руками создали вот такой замечательный зеленый оазис с фонтаном и прекрасным ландшафтным дизайном во дворе своего самого обычного многоквартирного дома. Украсить придомовую территорию решил красноярец Олег Безруких. Говорит, саму идею подсказала ему дочь. Продумав все детали Олег взялся за дело. У меня ребенок художник нарисовал. Давай, говорит, папа построим. Ну вот с товарищем пообщался, побеседовался и говорит, что слава сможем? Он говорит, да сможем. Фонтан с бассейном, арка, лестница и больше десятка самых разнообразных цветов. Вот такую красоту двое мужчин создали своими руками и, что немаловажно, полностью за свой счет. С августа начали где-то в середине прошлого года. Ну тут бетон, тут тон 60 вручную. Все вдвоем? Да. Соседи такой площадкой остались довольны. Говорят, теперь для приятного времяпрепровождения не нужно выбираться в парки и скверы. Достаточно просто выйти из дома. Давно уже хотелось сделать что-то вот такое необычное на нашей площадке. Вот. И наши замечательные соседи, мужчины, вот, сделали нам такой подарок. Вот. Дети очень счастливы. Они даже лазят покупаться оттуда. Вот. Так что все замечательно. В администрации района рассказывают такое грандиозное благоустройство. Случай пока единичный, но красивых клумб и полисадников, созданных горожанами. В Красноярске много. Если жители хотят принять участие в благоустройстве своего двора, в первую очередь им необходимо уточнить границы земельного участка, который они хотят благоустроить. Это можно сделать в районной администрации, так и в городской администрации. Собственно, после этого необходимо провести общее собрание собственников. Олег и Вячеслав так и сделали. Прежде чем строить, получили согласие всех соседей. Сейчас им предстоит доделать лестницу и построить беседку. Все работы мужчины рассчитывают завершить к следующей весне. Дина Володин, Алексей Овсяников. Новости. И завершение выпуска наша рубрика «Сибирская мудрость». Сегодня директор Дудинского дома культуры Рита Невилова размышляет, можно ли человеку прожить без любви. Это единственное чувство, без которого человек жить не может. Не может существовать человек без любви. Да, можно не уметь прощать или уметь прощать. У кого-то есть это чувство совести, или стыда, или чего-то. Но без чувства любви, на мой взгляд, человек просто не может существовать. А может поэтому я эмоционально, или еще какая-то. Лично мне, для моего существования, для моей работы, профессии, отношений с детьми, с людьми, мне нужно постоянно находиться в состоянии влюбленности. И если это чувство покидает, мне кажется, человек просто погибает. Просто вот ложится и становится, не знаю, растения тоже надо любить. Есть любовь, должна быть любовь. И я не верю, что люди говорят, вот я не люблю, и мне не надо. Нельзя жить без любви. Я верю, что есть любовь. Должна быть любовь. Во всем. Не только в личных отношениях с мужчиной и женщиной. В детях. Их надо безумно любить и баловать. Это я тоже бесспорно понимаю. Только тогда из них получатся нормальные люди. Потому что любовью избаловать нельзя. Ни себя, ни родных, ни близких. Профессию надо любить. Ну нельзя работать без того, что ты не любишь. Если ты сейчас делаешь какой-то проект и не любишь его, да иди вообще в сторону себя. Не знаю. Любовь – это важно. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем выпуск. Сообщайте свои новости по телефону 236-0136. Оставляйте свои отклики на нашем сайте. Адрес в интернете енисей.тв